16 ноября, день Акепсима, назван в честь святых мучеников Акепсима Епископа Иосифа Пресвитера и Аефала Диакона. Акепсим, будучи уже 80 лет от роду, сохранил еще среди трудов силы совершать усиленные подвиги поста и молитвы, ревностно заботился о пастве. Персидский царь Сапор воздвиг великое гонение на христиан. Больше всех пылали яростью на христиан жрецы и волхвы, предавая их лютой смерти. Выше перечисленные святые были замучены до смерти от пыток. Этот день еще называют Днем Холодной Анны. Анна была дочерью киевского князя Всеволода Ярославовича от брака с греческой царевной. Анна должна была заключить брак с византийским принцем. Однако свадьба не состоялась, поскольку невеста решила посвятить себя служению Богу. У наших предков было распространено верование о том, что сегодня нечистая сила спускается на землю и смотрит, как живут люди. Также темные духи готовились к святочному разгулу. Посему в этот день стоило поберечься. Например, не рекомендовалось покидать дом без особой нужды, избегать людных мест, не стоило отправляться в дальнюю дорогу, а также ссориться друг с другом. Сегодняшний день больше всего подходил для снятия порча или злаза с человека, поэтому народ шел к знахарям, чтобы очиститься от скверны. Женщины брались за рукоделие, ткачество и прядение. За такой работой они проводили долгие вечера. С этого дня начинали лакомиться мороженными ягодами – мороженой, брусникой, клюквой. Из ягод готовили кисели, пироги и другие блюда, обладающие поливитаминными свойствами. Пекли блины и к ним подавали сладкое молоко, замороженное на улице, аналог современного мороженого. Его стругали ножом и подавали к столу. Приметы. Если в печи быстро прогорают дрова – это к буре. Если горят плохо – к теплой погоде. Облака низко плывут по небу – вскоре наступит настоящая зимняя стужа. Лед встал на реке – хорошему урожаю в следующем году. Если сегодня вечером ударил мороз, зима будет теплой и без существенных перепадов температур. Если использовать парфюмерные духи сегодня, то ни один темный дух не тронет. Если лунная ночь светлая – это к тихой морозной погоде. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова